Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач о музеях Одинцовского округа. И сегодня мы находимся в большом зале, наполненном книгами, за нашими плечами портреты воинствующими лицами полководцев. Алла Анатольевна, расскажите, что происходило здесь, в этих местах, во время войны 1812 года? Война 1812 года имела огромное значение именно для Везюм, потому что после тяжелейшей, самой кровопролитной битвы Бородинского сражения наши войска отступали, отступали по старой Смоленской дороге, флигели сделали Эвакогоспиталь, туда привезли смертельно раненого Багратиона. Флигель, который находится здесь, недалеко? Недалеко, да, как раз рядышком с нашим, у нас два флигеля, гостевой и кухонный. Вот именно в гостевом флигеле сделали госпиталь, вот такой переводной. Михаил Ильянович Кутузов останавливается здесь. Здесь вот этот зал не зря мы сделали, экспозицию, потому что здесь каминный зал, можно погреться. Иностранная, Нижняя иностранная библиотека, книги на иностранном языке, естественно, стол у него был, и он писал приказы, он писал прошения, он обращался к Александру Первому за помощью, он просил рекрутовского набора. В ответ, не набрано, не набрано, Михаил Ильянович понимает, что тяжело, но он хороший тактик. Он же пишет генерал-губернатору Москвы Растопчину, просит провизии, медикаментов, оружия, тоже пока отказ. И здесь у него созревает мысль оставить Москву. Многие были против, но вот эту мысль он озвучил уже в деревне Филии, но крылатая фраза с потерей Москвы, не потеряна Россия, это гениальное было действие страны Михаила Ильяновича Кутузова. Пушкин, я уже говорила, в это время находился в Царско-сельском лицее. Но потом, попозже, он пишет, он пишет великолепное произведение, называется «Полководец». Как раз про Кутузова. Да, как раз про наших полководцев, начальников народных наших сил. У русского царя в чертогах есть палата. Она не золотом, не бархатом богата, не в ней алмаз венца хранится за стеклом. А снизу доверху, во всю длину кругом, своею кистью свободной и широкой ее разрисовал художник Быстроокий. Здесь нет ни нежных нимц, ни детственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи до шпаги и лица полные воинственной отваги. Свою кистью художник поместил сюда начальников народных наших сил. Почему народных? Потому что захаровские, веземские крестьяне принимали активное участие в партизанском движении. Веземские крестьяне даже награждены медалями. Эти медали вы можете увидеть у нас в витрине. Медалями за борьбу с Наполеоном. И Кутузов переночевал здесь, вот на диванчике. И дальше на следующий день он уезжает в Фили. Вот рано утром он уезжает. И уже к вечеру приезжает Наполеон, потому что он буквально наступал нам на пятки. То есть мы успели эвакуироваться. Наполеон был простужен, приехал в карете, не верхом на коне, в карете. Он тоже принял здесь ванну, отдохнул. И мы нашли письмо его секретаря Мунье, который пишет, что мы провели сегодня ночь в прекрасном замке князей Голицыных. Если бы не шпаги и эпалеты, то я подумал бы, что мы провели ночь в прекрасном французском салоне. Как ему понравились наши замки, наши места. Наполеон еще не знал, что его ждет впереди. Он привык, что все отдавали ключи ему от своих городов. Опять же, Александр Сергеевич Пушкин, как он красиво пишет. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем опоенной Москвы, колено преклоненной с ключами древнего Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Ни праздник, ни священный дар. Она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели в дом и погружен, смотрел на грозный пламень он. Ничего хорошего у интервентов у нас в России не будет, потому что мы одно целое. И крестьяне, и князья, и помещики все пошли против страшного врага. Наполеон, конечно, восхищался нашими войсками, нашими людьми. И тоже я вот горда за историю нашего Отечества и то, что мы ее возрождаем. И то, что к нам придут люди после пандемии. И посмотрят прекрасный зал. И мы еще больше расскажем обо всем. Конечно, обязательно придут, обязательно вы расскажете. Тем более, это так интересно. Скажите, пожалуйста, Наполеон больше сюда уже не возвращался? Нет, не возвращался. Он буквально здесь побывал одну ночь, правильно я понимаю? Да, да, да. И дальше уже началось отступление. Да. Алла Анатольевна, кого еще привозили в эти места? Кто здесь еще бывал из великих полководцев? Знаменитый полководец того времени Федор Федорович Монахтин. К сожалению, история почему-то забыла про него. Но люди, которые, его современники, современники описывают его как настоящего патриота. И именно ему посвятил Михаил Юрьевич Лермонтов такие строки. Полковник наш, рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом, да жаль его. Сражен Булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами, ребята, не Москва ли за нами умрем, тишь под Москвой? Как наши деды умирали, и умереть мы обещали. И стеклятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой. Когда Федор Федорович Монахтин эвакуировали уже, и он узнал, что заняли Москву, он сорвал с себя повязки и вскоре скончался. Вот такой патриотизм присутствовал тогда в России. Я считаю, что это очень правильно. И очень так не надо забывать наших героев ни в коем случае. За нами картина с царем на символичном коне. Расскажите эту историю. Это очень удивительная история. Александр Первый на этом прекрасном коне. Посмотрите, какая удивительная картина. Конь стоит только на одной задней ножке, копыте. Это показывает мощь. Вот так именно восходит наш Александр Первый в Париж входит. А коня этого, что удивительно, подарил ему Наполеон во время Телестского мира. И именно на этом коне наш Александр Первый вступил в Париж. Как победитель. Как, естественно, как победитель. На подарки Наполеона. Да, на подарки Наполеона. И правильно сказано, древняя наша фраза. Кто к нам с мечом пойдет, тот от меча и погибнет. У Александра Сергеевича Пушкина родной дядя, знаменитый поэт того времени. Василий Львович Пушкин написал про Наполеона так. Погибнет он. Москва восстанет. Она и в бедствиях славна. Погибнет он. Бог русских грянет. Россия будет спасена. Ведь при таком вот окружении таких людей, ну не мог у нас Александр Сергеевич не стать таким гениальным поэтом нашим всем. Спасибо вам огромное за интересную историю. Вот такие удивительные люди, такие судьбоносные решения принимались здесь, в этих местах, в родных наших местах. Ну мы прощаемся с вами. Увидимся в следующей передаче. До свидания. До свидания.